И в продолжение темы. Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение было принято после того, как один из блогеров публично оскорбил 94-летнего ветерана Игната Артеменко. Сейчас правонарушители могут отправить в колонию сроком до 5 лет или придется выплатить штраф до 5 миллионов рублей. В настоящий момент он составляет 500 тысяч рублей. Уголовного наказания нет. Что думают матищенцы, сегодня узнавали наши корреспонденты. По поводу колонии, наверное, это перебор, а со штрафом согласна. Ветеранов у нас мало, слишком осталось, чтобы их еще оскорблять. Но с колонией перебор. Штраф там до 5 миллионов рублей. Ну а кто его оценит, этот ущерб? Моральный ущерб сам ветеран оценит? Не знаю. Ну спорный вопрос на самом деле. Ну, меры какие-то принимать нужно. Я согласна с этим, но действительно нужно с этим бороться, потому что ветеранов нужно уважать, потому что они, так сказать, если бы не они, нас бы не было вообще. Надо уважать историю нашу, уважать стариков, уважать ветеранов. Конечно, ужесточить-то нужно, но мне кажется, это слишком. Пять лет тюрьмы или пять миллионов. Я не могу на этот вопрос как бы точно ответить, но я не согласна, чтобы так вот жестко. Все-таки, я считаю, рублем лучше наказать. Но не тюрьмой. Тюрьма – это страшно. Ну, я очень довольна этим. Мне нравится. Нужно наказывать этих людей, которые ветеранов и скорбляют. Все эти люди давали жизнь за нас, за нашу родину. Воевали. За то, чтобы мы жили. У меня два прадеда воевали. Я вполне поддерживаю этот закон.